Итак, после разрешения вырулили на полосу, экипаж выруливает на полосу, занимает взлетную полосу, которую вы разрешили, готовую взлету, запрашиваем в Шереметьево, 9737-й взлету готовую. Диспетчер посадки или взлета, ну, диспетчер посадки называется, он нам разрешает, 9737 взлетайте, ветер у земли 150 градусов, 3 метра в секунду. Взлетаем. Все, выводим режим работы двигателей, ну, приблизительно на 40%. Сейчас надо держаться. Да. Режим выходит, второй пилот говорит, стабилайзм. Застабилизировались обороты, включаем току. Тока, take off, go around. Или нормальным языком, это круиз-контроль. То есть двигатель самостоятельно выводит обороты на режим взлета, который он считал. Ого. Пилот, управляющий самолетом, плавно выдерживает направление по полосе, а второй пилот озвучивает ему, что speed life, скорость растет. Далее вступает речевой информатор. Девочка сказала, 18 knots, загорелась там он трасс-холд, тяга застабилизировалась. Подходит скорость принятия решения Viva. Второй пилот озвучит Viva. Командир принимает решение continue, rotate. Производим взлет. Оторвались от полосы. Второй пилот следит, как у нас растет вертикальная скорость. Начали отрыв. Он говорит positive rate. Командир дает первую gear up. Убираем шасси. И набираем высоту. Все, взлетели. Высоту набрали. Определенную скорость подходит к уборке закрылков. Flaps 1. Убираются закрылки. Закрылки убираются. Flaps up. Убираются закрылки. И включаем автопилот. Вот так происходит взлет. Теперь самолет на автопилоте. Набирает завтра высоту 2000 футов. Подключен режим. Level change. Смена высоты. Но сейчас у него будет, потому что скорость немножко мала. У него есть. А что вот это крутится? Крутится. Триммер стабилизатора. То есть самолет балансирует себя сам по лёте. Скорость растёт. Подъёмная сила растёт. Самолет стремится задрать бой. Сбалансируется. Триммер стабилизатора отрабатывает так, чтобы самолет... Как бы запас рулей был адекватен. Как вверх, так вверх. То есть сбалансировал самолет сам по лёте. Если отключить автопилот... Отключаем автопилот. Разошло отключение автопилота. Теперь пилот должен выдерживать флай-директора. Вот этот крестик прозовый. То есть если мы пошли выше самолёта... Горизонтальный флай-директор говорит, что вы высоко. И зовёт тебя. Выполняйте команду, что чуть ниже. Снижайтесь. Вы высоко пошли. Меняется курс самолёта. Допустим, флай-директор показал, что нам необходимо выполнять разворот влево. На директор выполняем разворот. Он зовёт. Следуйте за мной. Горизонтальный тоже самое. Следуйте за мной. Так как скорость большая, появились давящие усилия. То есть самолёт набирает высоту. Сейчас бросим. Стримировать самолёт можно триммером на штурвале для того, чтобы его сбалансировать. То есть мы сейчас специально допускаем вот эти снижения. Если отпустить, посмотреть, куда он... Взяли штурвал и триммер снимаем подгрузку со штурвала. Чётко... То есть задача пилота, если пилотирует двухна директора, чётко выдерживать вот это перекрестие розовое в центре. Когда директор пошёл влево, пошли влево за директором. То есть сейчас мы разворачиваемся на обратном посадочный курс, в Шереметьево. И опять же задача чутко выдержать крестик в центре. То есть держать нужно вот именно вот так. Кажется просто. На самом деле, как показывает практика, те, кто никогда не управлял самолётом, этот крестик выдержать не могут. Потому что, опять же, вот здесь балансированный самолёт. И если я сейчас его уброшу, штурвал, то самолёт фактически оказывается сам управлялся, он сам летит. Он держит сам крестик. Без подключённого в топливо. Чуть-чуть только ему помогает. Все движения очень лёгкие, очень плавные. И в то же время они должны быть, как сказать, энергичными. То есть плавно, но энергично. Самая главная ошибка только-только приступающих полётов. Как пилотов, так и желающих стать пилотами. Щётко, они очень сильно цепляются в штурвал и допускают резкие движения. Самолёт начинает болтать. Всё должно быть мягко. Плавно, мягко. Мы вот в то же время решительно сбалансировали самолёт. Самолёт у нас летит на обратно-посадочный курс. А мы видим, где мы находимся. То есть вот этот треугольник – это наш самолёт. Чтобы лучше мы снять, включили автобилот. Автобилот подключили. И управляем по курсу самолётом. Поставили кольц 66 градусов. Обратно-посадочный. Вот это полоса. Взлетно-посадочный, с которой мы взлетели. Мы развернулись обратно. Посадочный курс. И выполняем полёт по кругу. Шереметьево у нас слева. Аэропорт Шереметьево. И установили посадочный курс на панели МСП. И далее выполняем полёт. Также, допустим, сейчас объедем в автоматическом режиме самолёта. Подходит, ну, будем так говорить, чтобы не затягивать всё это дело. Самолёт подходит к точке третьего разворота. Обеспечер нам говорит. Выполняйте третий разворот. Слежайтесь на 500 метров. Устанавливаем высоту. Все высоты меряются в футах. Скорости узла. Расстояние в милях. И нажимаем режим смены эшелона. Level change. Самолёт присутствует к снижению. Он нам говорит. Выполняйте третий разворот на курс. К примеру, там, 320 градусов. Берём ручку управления курсом. И выставляем курс 320 градусов. На дисплее. На инфекционном дисплее. Корона и штрих-пунктир показывают туда, что быстро выстрелим. Самолёт самостоятельно занимает высоту 1700 футов, которую мы задали. И будет разворачиваться на курс. Место 11 градусов. На дисплее. Приступаем к подготовке к выпуске металлизации шасси. Гасим скорость. Берёмся за ручку управления скоростью. Общая-то не по себе. Мы только берёмся. И пилот смотрит, где у него отображается скорость. Почему сюда? Потому что он одновременно может контролировать положение самолёта. Ставим 200 узлов. Готовим самолёт к посадке. Мы довольно близко подошли к полосе. Поэтому, к примеру, по какой-то воздушной обстановке нам диспетчер сказал, снижайтесь в 1100 футов. Мы смотрим и близко. Появилась полоса. Но мы можем по приборам оценить и визуально. Команда «Флэпс Ван». Выпускаются закрытки «Флэпс Ван», «Спид Ван» и «Анзиро». Выпускаем. Устанавливаем скорость 190 узлов. Следующая команда «Флэпс Файв». Удаётся команда «Флэпс Файв», «Спид Ван» и «Анзиро». Выполняет второй пилот. Но чтобы сейчас руки не мешали, то есть устанавливаем скорость 180 узлов. Смотрим, что мы подходим к полосе. Он говорит «Выполняйте заход». «Геердаун», «Флэпс Викен». В это время командирный пилотирующий пилот отключает автопилот. Спидбрейки. Второй пилот выполняет процедуры и контролирует установку скоростей и закрылков. Мы заходим визуально, допустим, увидели полосу. «Флэпс Сёти» 30 выпускается. И скорость захода ставится 135 узлов. После этого нам разрешили «Тифти Сэн», «Тифти Сэн», «Тиэн» «Тоэнтро» «Двэйт Туфайв Фрайт». Разрешили посадку. Мы читаем чек-лист. Готовы. Второй пилот начинает читать чек-лист. Примерно, визуально заходим, директора не нужны. И, то есть, опять же проверять, шасси выпущены, закрылки выпущены, зеленый этап. «Геердаун», «Тригрейм», «Флэпс Сёти», «Грэм», «Глайн». То есть огни горят все. И в это время, значит, пилот, который пилотирует, он не отвлекается. То есть это делает не пилотирующий пилот. Тот, который пилотирует, выполняет заход на посадку. Нормальное положение захода на посадку. Огни, подходы на полосе, «ПОПИ», так называемые, которые точно присижен, огни. Два красных, два белых. Это правильное положение. Если мы сейчас вот специально пойдем ниже, огни превратились в красные. То есть мы ниже полосы идем. Если мы сейчас пойдем выше огней, чуть-чуть наберем. То есть мы специально делаем это дело. То есть огни превратятся сначала в нормальное положение. Мы пересечем как бы глиссаду планирования. Далее они превратятся в белый цвет. Вот сейчас огни нормальные, нормальные. Далее возникли три белых, четыре белых. Мы выше. И производим посадку. То есть это нормально. Самолет считает... Так как мы сейчас это делали, вынужден, то есть мы перелетели. Но производим посадку в ветер. Добираем, добираем. Самолет коснулся. Стрелка века, преверс. И реверс включили. И удерживаем управление по полосе. Произвели посадку аэропорту «Шереметь». Продолжение следует...